Иностранные граждане. Сегодня эту категорию гостей, прибывших к нам в город из стран СНГ, можно встретить практически во всех сферах и отраслях деятельности. Они трудятся на стройплощадках, работают подсобными рабочими, оформителями и даже врачами. Постоянно в Полевском живет и трудится более 250 человек, получивших разрешение на временное проживание. И 80 получили уже и вид на жительство. Но львиная доля, это в среднем около 5000 мигрантов в год, приезжают к нам в город на заработки. Граждане, приехавшие с территории СНГ, поскольку у нас большая часть это граждане, иностранные граждане, которые приезжают из стран СНГ, при получении патента они уже имеют право легально работать на территории Российской Федерации. Патент подразумевает работу у физического лица. Также и осталось и разрешение на работу. Это подразумевается юридические лица. Все ознакомлены. Но нам стало гораздо проще. Единственная нагрузка на нас увеличилась только в этом ракурсе, что мы принимаем большее количество патентов. Чаще всего в Полевской приезжают граждане из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. Они приезжают, основная масса въезжает, просто как разнорабочие. А в процессе выясняется, что человек с высшим образованием, он умеет, допустим, хорошо рисовать. Для нас это тоже как бы радостно, что мы на сегодняшний день получаем и эту категорию. Появились у нас в больнице иностранные граждане, в роддоме. Это тоже радует, что не просто неквалифицированные рабочие, а уже специалисты, допустим, такого профиля. Педагоги. Но с педагогов жесткий отбор, если где-то можно еще более-менее, потому что здесь русскоязычные школы и вести нужно соответственно. Но, к сожалению, таких, у кого есть образование и навыки трудовой деятельности, не так много. Сегодня средний возраст тех, кто пребывает на территорию нашей страны и в Полевской, в частности, от 18 до 30 лет. Это худший вариант, потому что работать они не умеют. Профессиональный уровень их намного меньше. Я не говорю о всех. Но, во всяком случае, хочется желать, конечно, лучшего. И работодатели тоже обращаются к нам с целью, чтобы помогите где-то как-то. Диаспоры объединяют людей. И хотя старейшие не диаспоры, то же самое говорят, что сейчас даже молодежь, она не такая. За 2013 год у ФМС Свердловской области в городе Полевском проведено 19 оперативно-профилактических мероприятий, в ходе которых проведено 120 проверок целью выявления иностранных граждан, проживающих на территории города, нелегально. Как говорят в ФМС Полевского, нелегалов в нашем городе практически нет. Даже с учетом того, что у нас на территории швейная фабрика и работают граждане Вьетнама, работают абсолютно легально, работают тихо. И массовых выходов таких нет. Более того, сейчас, ну, назовем их так, руководители диаспор, что ли, может быть, они сейчас организовывают, большей частью, как правило, они строительные бригадиры, и они организуют людей в бригады, и они уже отвечают за тех лиц, которые у них работают. Они приходят к нам, они помогают им с регистрациями и организуют их работу. Нелегально в Полевском чаще всего находятся жены мигрантов и их несовершеннолетние дети. Ни тем, ни другим патент оформлять не надо, так как женщины у иностранных граждан не работают, а значит, и обращаться в ФМС не считают нужным. С принятием нового закона, это уже в этом году, что ужесточаются меры по резиновым адресам, вступает в силу закон. Изменения в административном кодексе, привлечение к уголовной ответственности за предоставление ложных сведений о той же регистрации. Это тоже один из факторов, который, допустим, в этом году, наверное, будет достаточно существенным. И радует то, что сотрудники полиции сейчас нам помогают, если еще два года назад не было возможности составлять протокол и привлекать к ответственности, то есть с полиции эту функцию убрали. То на сегодняшний момент активно включились, и, наверное, вы уже тоже в курсе, что у нас проходят тотальные обходы, просматриваются адреса, переписываются граждане. В целом же Полевской городской округ считается одной из благополучных территорий, говорит Наталья Арзаева. И здесь есть заслуга национальных диаспор и старейшин, которые занимаются адаптацией своих соотечественников на территории Полевского. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.